Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Лично мне показалось, читая ваш текст, что речь идёт очень сильно об уюте. Вот такое у меня возникло чувство. Мне очень сильно показалось, что вы говорите о какой-то такой вот потребности, потребности в уюте, но в то же время как будто бы запрещаете себе этот уют, какую-то такую заботу впускать к себе. Вот, то есть вы запрещаете себе как бы о самой себе заботиться. Так это для меня выглядит. Поэтому я думаю, что вам нужно посмотреть на то, насколько вы позволяете себе проявлять к самой себе, да, вот, чувство заботы, чувство любви, защиты, может быть, и так далее. Вот. Ещё я бы сказал, что то, что вы описываете, вполне может быть похоже на потребность в стабильности, на потребность в защищённости, на потребность в личных границах, как будто бы. И, на мой взгляд, по моему мнению, с этим, ну, в этих направлениях вам тоже нужно, как мне думается, работать. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд. Вот. Вот. То есть в этом направлении, мне кажется, вам нужно двигаться. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моего опыта. Потому что, человек, когда он, он, вот, представляет себе, ну, кого-то из, значит, из старших, да, вот. То, я бы сказал, что это всегда про какую-то такую вот заботу, про какую-то такую защиту. И если так, ну, так получилось, знаете, если так происходит, что вы представляете себе человека, как-то вот, ну, грубо говоря, старше вас, да, который вам даёт, то это история про потребность, чтобы вам забыть в любви и так далее. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Вы обращайтесь за помощью, но хочется отметить, что конкретно, конкретно в вашем случае, вы, мне кажется, обратились немножечко не по адресу, не к психологу, вам нужно обращаться, а к эзотерке. Вот, психологи занимаются толкователем, толкователем сновидении, но не отвечают на вопрос, к чему этот сон. Мы занимаемся исследованием снов, больше в русле психологии человека и его потребностей, а не в русле того, что с вами будет, то есть не в русле предсказаний. Вот, удачи! Обращайтесь!